Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Hill Zombie Racing. Мы вместе с вами продолжаем путешествовать по миру зомби-апокалипсиса, проходя новые трассы, прокачивая новые машины и едем к нашему финишу. Также, как вы помните в прошлом ролике, это было реально вчера, я вас попросил, ребята, напишите название для этой супер-тачки, которой мы кромсали зомбарей. Вы написали, и сейчас я некоторые из них прочту, и потом мы дальше, конечно, уже начнем прокачивать наш Порш 911 и давить зомбарей. Итак, вы предлагали название Уничтожитель Зомби, Скулаторус 9000, Грозная Тачка, МакГрегор, Выпищуя Хабиба добавили, Зомби Кромсалка, А, тут же так же написали, эта машина называется Зомбалом, Убийственный Кордж, Воблер Крушитель, Убийца Зомби, Апокалипсис или Апокалипсис. Кстати, есть такой прикольный фильм, Апокалипсис. Кто смотрел, ставьте плюсы в комментах. Также предлагали Джерри Потрошитель и Димон Разрушитель. Джерри Потрошитель и Димон Разрушитель. Вы бы еще свои имена туда вставили. Ну что вы, ребята, молодцы. Я реально читаю все комментарии ваши, ну, по крайней первые два дня под новыми роликами, это точно. Итак, давай мы сегодня начнем проходить трассу и будем смотреть, что же там будет делаться. Также мне писали, что Воблер, броня нужна для того, чтобы лучше убивать эти ящики. Ну что ж, ребята, может быть так оно и есть. Давай, давай! Стоп, стоп, а чё? А чё я? А что? А, подожди, я газ. Ладно, это у нас был эпик фейлсом в начале. Давай, смотри, как мы поехали. Кстати, вот этот большой зомбарь реально похож на Халка. Вроде бы кто-то писал. Реально какой-то зомби-Халк. Давай едем вперед, еще чуть-чуть. Ты посмотри, у нас тут ночь какая-то или пустыня. Сколько мы приехали? Ну мы прям вообще так далеко заехали. О, реклама! Вот реально пока не хочется смотреть рекламу, потому что, ну, прокачка еще сейчас довольно слабая у нас. Давай мы, наверное, все-таки сейчас качнем. О, смотри, турбонадув мы можем качнуть. Топливо. И давай, наверное... Что все-таки? Трансмиссию? И за 138 еще и двигатель. Смотри, как мы много всего прокачали. Прокачали. А, надо было, стоило, вот это качнуть, да? То есть броню. Вот, кстати, смотри, какая броня будет. Видите, спереди. То есть вот так вот. Вот будет пулемет выглядеть. Это вообще никак не выглядит. Колеса немножко изменятся. Понятно. Давай попробуем, куда мы сейчас допрем. На нашей тачке. О-о-о! Вот это вообще сзади. Такая турбина вообще бешеная. Как наша машина вообще может ехать? Так же мне писали. Воблер, сбрасывай газ. Не газуй там, типа, чтобы дальше проехать. Экономь. Давай, давай, давай. Машина вообще еле едет. Пу. Давай, подымайся. Машинка-то наша. Она еще слабая совсем. Ой, давай, давай, давай. Такое ощущение, знаете, когда машина еле едет. Хочется вот взять, прям ее подтолкнуть, что ли. Я не знаю. Залезть туда в игру и немножко толкнуть. О, зомбарь зацепился. За что ты зацепился? Иди отсюда. Ну, мы проехали дальше. Что, стоит смотреть рекламу пока или не стоит, а? Да давай глянем, куда же деться-то. Итак, у нас уже есть тысяча долларов, которые я заработал. И давайте мы сейчас нашу машину везде по чуть-чуть прокачаем. Начнем колеса чуть-чуть. Немножко добавим брони. Кстати, вот здесь нету никакой пилы. То есть чисто какой-то гребень. Мне кажется, на какую-то акулу похоже или динозавра. Непонятно, что это у нас вообще такая за машина. Мы сейчас всего по чуть-чуть поставим. Также, мне кажется, стоит сейчас добавить топливо. И давайте нашу ракету. Машина немножко уродская получилась. Ну, потому что реально... Итак, начнем с того, что у Порша сзади находится двигатель. То есть, как-то масса выполнена, что у него же, по-моему, спереди багажник у Порш, да? А тут сзади у него двигатель вроде бы. И еще и ракетный двигатель стоит. Как она вообще не переворачивается? Ну да ладно. Нажимаем газульку и поехали. Давим в газ. О, ну она брутально смотрится. Как будто какой-то дракон или динозавр. Пока что она еле-еле едет. Так, упали вниз. Я понял. Не судьба нам поехать по верхнему этажу. Едем где-то в подземелье. О, сколько здесь ящиков. Зомби-строители. Ой, какие-то гастарбайтеры-зомби пришли, настроили тут силу, слушайте. Их надо на стройку отправлять, а не тут они пытаются нам засаду сделать. Давай, газуй. Все, топливо закончилось. Сейчас мы будем включать нитро. Давай, ускорение пошло. Давай, летим, летим. Мне кажется, зря я наверх поехал. Все? Я даже до финиша не доехал. Смотрите. Э, что с нашей машиной? Смотри, она... Что? Она то ли забаговала. Почему она встала и не двигалась? Я не знаю. Ну, 200 долларов, точнее 188, не сильно как-то решает нашу прокачку. Я не думаю, что мы сможем как-то дальше доехать. Давай все-таки, наверное, топливо купим. Сейчас попробуем. Но если мы не доедем до финиша, то мне сейчас придется самому дальше. Это все фармить. Давай, ускорение. Давай. Ну, у нее еще слабые колеса. Все очень слабое. Видите, она все раз и потратили ускорение. На некоторых картах удобно ускорение тратить в самом начале. А на некоторых, то есть где-то там в конце. Давай, давай, поехали. Вот это гора. Ну, давай. Ну, что ж такое? Вот здесь мы, конечно, потеряли очень много топлива. На этой горке. И я чувствую, что мы не сможем даже доехать до того места, где мы остановились. Да, у нас уже топливо заканчивается. Да, здесь машина требует более сильной прокачки, я вижу. Мы даже до первого чекпоинта не доехали. Ничего себе. Тысячу вложили, до чекпоинта не доехали. Чувствую, что все сложновато нам здесь становится. Что мы тут заработали? Давай глянем. Снова в районе 188, да? 186 на 2 доллара меньше. Понятно. Я тут поездил. И хочу сказать, что на этой прокачке практически доехал до финиша. Заработал 215 долларов максимум. Я думаю, что мы сейчас прокачаем наш автомобиль. Вот знаете, даже турбины, бензин, мне кажется, в какой-то степени нет смысла сейчас скачать. Потому что машина очень слабая. Она не может даже ящики эти разбить, понимаете? То есть, реально, такая слопочная. Еле едет, на ящик наезжает, сильно останавливается. То есть, мне кажется, ей надо еще колеса вот такие вот. Ну, вот эти колеса очень крутые. Реально такие прикольные. Такое ощущение, что от какого-то грузовика их поставили. Да, топовые они какие-то более шипастые. Но эти реально как грузовик какой-то. Ну, от трактора, я бы даже сказал, колеса. Поставили. У нас 35 долларов осталось. Давай попробуем сейчас дальше проехать. Во, вот эта тачка мне вообще круто нравится. Смотри, какая она. Давай. Не доехали. Ну, ничего страшного. Я думаю, что топовые колеса я постараюсь сегодня не прокачивать. А на этих доехать. Мне эти колеса нравятся тем, что они могут высоко подлетать. Когда ты нажимаешь нитро, то есть у них меньше соприкосновения, сцепление с дорогой. Вы поняли? С одной стороны это плохо, но с другой стороны зато наша машина может летать. То есть она может сильнее отрываться от земли. Давай. Давай, давай. Топливо. Топливо. Боже. Зачем я сюда поехал? Так, ускорение. Давай, вот. Про что я говорю. Вот видите, вот так вот колеса могут хорошо подлетать. Ой, ну, ну. Мы почти доехали. Да ну как так? И здесь уже все. Мы бы выехали на горку и был бы финиш. Что нам не хватило? Не могу понять, что нам не хватило. Какой-то силушки-то богатырской. Ну, колеса не будем. Пулемет. Ну, топливо, наверное, надо. 240. Я думаю, давай с топливом с этим мы точно сможем доехать. Мне кажется, не стоит ехать наверх. Вы их поняли? Надо чисто понизу. Эти колеса реально прикольно смотрятся на этой машине. Давай. Поехали. Давай, давай. Раз. Я думаю, что ускорение мы оставим на последок, чтобы уже на гору чисто вылететь. Вот, с горы я ничего не нажимаю. Также мне написали воблер. С горы типа не нажимай топливо. Оно же тратится. Катись так. С одной стороны, я с вами согласен. С другой стороны, чем больше скорость, с которой мы врежемся в доски, тем быстрее, мне кажется, мы сможем как бы выехать. Вот здесь надо назад, вниз. Давай понизу поедем. А то наверху как-то мне не нравится, что там происходит на самом деле. Вот гора. Отлично. Давай, гора снова. Все, давай. Давай, ускорение. Финиш. Я лечу к тебе. Да. Круто. Мы подъехали. Смотри. Замечательно. Первый чекпоинт мы преодолели. Сейчас посмотрим, что за трасса нас ждет. Но пока что я не вижу никаких новых зомби. Вот мы видели, там вот этот большой громила появился. Похож чем-то на Халка. Ну а здесь что? Нового зомбаря я не вижу никак. Что у нас есть? Трансмиссия. Броньку прокачаем. Так, топливо я не хочу. Можно, в принципе, ее всю броней обвешать. Хотя и спереди вот так вот броня круто смотрится. Чисто вперед в броне, а сбоку броня не надо. Зачем она нам вообще нужна? Здесь же детали-то не отлетают на машине. Это вьерн туда и в первых двух частях, по-моему, да? Там у нас детали отлетали. То есть вообще могла на базу, на чекпоинт приехать чисто. Там одна кабина практически. Там одни колеса, все разлетало. Здесь чисто непонятно, какую роль играет броня. Вот это понятно. То есть мы можем зомбарей колоть. А как дальше? Ну, не знаю. Ну, пулемет тоже понятно. То есть он убивает зомби. Тут все остальное, в принципе, логично, кроме этой брони. Ладно, давай что мы сделаем? Мы можем либо трансмиссию качнуть, либо ускорение. Давай трансмиссия. Отлично. Качнули. Сейчас посмотрим, что за новая карта нас ждет. Куда мы сможем доехать? Какие-то черепки. Ого. Сколько здесь зомбарей. Что это за туннель? Куда я выехал? Мне колеса эти нравятся. Я думаю, что мы их реально оставим. Крутые. Давай. Давай сюда. Упадем. Зачем нам нужно? Ого. Здесь больше коробок получается у нас. И больше... Смотрите, чего. Так. Больше толстых зомбарей вот этих вот. Да, вот этих вот громил. Давай, ускорение. Ой-ой-ой-ой. Блин, да как оно... Почему оно уперлось носом? Давай-давай-давай. Вот ускорение. Жми. Поехали. Давай-давай. Да еще. Вот когда мы врезаемся в это все, тратится время драгоценно. Давай, газ-газ-газ. Навряд ли мы до финиша доедем, но в принципе мы не так уже мало пролетели. А, еще чуть-чуть и будет финиш. Я в шоке. Как так получается? Мы еле-еле доехали до первого чекпоинта, а потом на этой прокачке проехали черт знает куда. Да, вот это... Неужели трансмиссия так серьезно нам помогла в нашем путешествии в мире зомби-апокалипсиса? Да, тут либо хочется все-таки качнуть, наверное, топливо. Давайте, знаете, что сделаем? Если сейчас не доедем до финиша, то я буду дальше проходить, здесь фармить денежку, да, чтобы сильнее прокачать наш автомобиль. Все, зомби. А если в трубу? Давай по низу поедем. Наверх не будем. Какие-то доски. Что? Ай! Блин, я здесь застрял. Да ну вы что, издеваетесь? Все. Здесь машина чисто застреет. Зачем я сюда поехал? Смотри. Она реально как-то застреет. Приходится вот регулировать высоту так вот. Давай. О, давай вниз поедем. Что нам стоит? Мы уже просрали этот уровень. Но поехали. Давай вниз. В трубу залезем, посмотрим, что тут внизу. Что за крысы здесь живут? Зомби-крысы? Давай, ускорение! Вух! Ух, вылетели. Да, но вряд ли мы куда-то уже доедем. Но зато мы во все щели заехали в эту игру. В самые мерзкие и нижние уголки этой карты. Ого! Даже можно было наверх как-то заехать. Ну, неплохо мы проехали, в принципе. Смотри. Ага, мы даже до того места, где мы в прошлый раз остановились. Смотри, сколько. Не доехали почти 200 метров. А точнее, 197. Да, не нравится такая вот у нас прокачка. Ладно, давайте сейчас фарманут где-то 1200 долларов и прокачаем наш автомобиль. У нас уже в кармане 844 доллара. Я думаю, что мы сейчас немножко прокачаем наш автомобиль. И уже сможем доехать до второго чекпоинта. Сейчас мы качнем еще раз ускорение. Качнем топливо. Может, конечно, броньку качнуть. Тут больше нам нечего прокачать. У нас 191 доллар. А, пулемет. Ну, Настя, зачем нам пулемет? Он стоит чисто визуально. Пусть себе стоит. Зачем на него тратить деньги, если мы без него сможем дойти до финала? Правильно? Можно, в принципе, прокачать еще броню. То есть, кто-то писал, что она, типа, чем сильнее качаешь, тем лучше ты разбиваешь ящики. Можно, в принципе, это попробовать. Это надо мне три заезда сделать. И, ну, сейчас давайте мы для начала доберемся до чекпоинта уже, да? До второго. Машина реально круто смотрится. Реально восхитительно. Ты посмотри как. Оп. Э-э-э, давай, едь. Ты что? А, я здесь обычно нитро включал. Вот что у меня вся задача. Почему остановились. Давай! Ящики. Да, может, мы сейчас прокачаем броню, и эти ящики будут лучше ломаться у нас? Можно, конечно, это проверить все. Но только нам придется чисто броньку качать. Больше ничего не качать, и посмотрим, как ящики начнут лучше ломаться или нет. Чтобы уже раз навсегда развенчать этот миф про броню в этой игре. Давай. Хорошо идем. Вот там, где взрывы, видите, его ящики сильно тормозят. Конечно же. Давай наверх. Едем, едем, я вижу. Мы еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Финал, давай. Давай, гора, гора, гора. Ай, нет. Да что я не доехал-то, а? Ну, я почти. Ну, как это мы прокачали и туру, и нитро, и бензин я купил. И мы все равно не смогли до чекпота доехал. А доехал на 32 метра меньше, чем в прошлый раз. Как это вообще возможно? Что, с каждым разом хуже езжу? Наоборот, должно все увеличиваться. Ну, да ладно. У нас уже 1097 долларов. Я почти доехал до финиша, до чекпоинта. Ну, специально остановился, чтобы это все запечатлеть именно в записи. Потому что я поставил на паузу, да, чтобы доехать и насобирать денег. Давай мы с вами прокачаем броню на максимум. О, боже мой! Что это за броня такая дерзкая? Это даже на машину не похоже. Мне кажется, раньше она выглядела намного интереснее. Какой-то, я не знаю, бэтмобиль получается у нас. Какие-то черепки там. Ну, да ладно. Мы ничего прокачивать не будем. Сейчас посмотрим, как она будет лучше ломать эти ящики или не лучше. Ну, реально как-то выглядит смешно. Давай ускоряемся. Еще, еще. Ну! Да что ты остановилась-то, машина, а? Ускорение! Давай, бэтмобиль! Лети! Давай! Машинка, лети наша! Все! Ускорение закончилось. Остался только бензин. Поехали. Что-то я не вижу, чтобы она прям хорошо разбивала эти ящики. Все равно ящики тормозят. Мне кажется, что 700 долларов потратили мы впустую. Реально, лучше бы я топливо купил. Или мотор, или трансмиссию. Как-то она внешне поменялась. Вон, какая-то... Какая-то рыба, что ли. Я не знаю, что сзади заплавник такой. Рыбий хвост. Реально, как будто рыба жареная какая-то. Видите? Нет, не сможем мы доехать до... Этого, до чекпоинта никак. Короче, броня вообще ничего не дает. Реально. Вот один раз прокачали перед. И на этом, я думаю, что достаточно. Блин, ну как же так-то, а? Что у нас есть? Мы можем тут качать топливо. И давай ускорение. Вот теперь, мне кажется, этого будет достаточно. Чтобы уже добраться... До финиша. Давай, давай. Ведь все равно машина замедляется. То ли трансмиссия, то ли чего-то ей не хватает такого. Чтобы она лучше-то ранила. Ну, по идее, она должна отлично разбивать ящики. Как бы мы же-то ее прокачали. Давай. Ускорение. Поехали, полетели. У-ху. Летим. Давай, давай, давай. Хорошо, идем. Хорошо, разбиваем ящички. Давай. Вперед. Она остановилась. Да что, никак мы не выйдем на этот верх, а? Ну да ладно. Поехали понизу. У нас еще полбака, посмотрите. Зомби разлетаются в разные части. Наша рыба. Какой-то пуголовок, слушайте. Давай, давай, давай. Едь поверху, едь, едь. Давай, снова бочки эти. Давай, еще чуть-чуть. Прыгай, финиш. Финиш, да. Финиш, доехали. Вот что дает. Но! Мы доехали или нет? Подожди, мы взяли чекпоинт? Или не взяли? Или мы остановились? Я не понял. Фух, взяли. Я переживал, что мы реально встали. И уже никуда не двинете. Реально рыба какая-то. Я в жуке. Машина такая. Ну до этого она была вообще красавица. Это рыба какая-то. Костлявая что ли. Автомобиль Бэтмена. Давай посмотрим, что у нас будет дальше. Колеса не хочу прокачивать. Давай все-таки качнем трансмиссию. А больше у нас денег и нету, что качнуть. Давай посмотрим, что у нас за новая трасса. Снова коробки. Миллион коробок. Ого, что это за подъемы такие? Я не знаю, что внизу на этой карте находится. Надо будет, мне кажется, как-то поехать посмотреть, что на нижних этажах. Давай! Ну давай, давай чуть-чуть, давай! Я понимаю, что мы тратим это время. Блин, как будто какой-то паркур, слушайте. Давай, 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 давай! Все, хорошо. У нас еще что-то ускорение есть. Поехали вперед! Летим! Вот, колеса. Хорошо, как летает. Видите, отрываются от земли просто на изи. Так, теперь колеса берем, едем. Конечно, мы потратили очень много времени там, но это было смешно, как она карабкалась. А что на нижних, кстати, этажах? Может, там легче проезжается, чем наверху? Мы так, ну, как всегда, до половины трассы, а потом мне придется фармить и фармить, чтобы сюда добраться, да? Ага. Ну, машина, поехали. Че ты не... А, я, подожди, я на газ не жму. Говорю, че она не едет? Ой, блин, блинский. Да, я просто не видел, что у меня курсор мыши с газа соскользнул. Но такое дело. И что у нас под заработок? 270 долларов! Я на одной трассе по 300 на прошлой зарабатывал. Можно было на прошлой трассе ездить и таким образом все улучшать. Ладно. Ладно, значит, ладно. Топливо мы не можем на максимум качнуть. Мне кажется, вот это... Вот... Подходит для того, чтобы ящики разбивать. Давай, наверное, все-таки качнем здесь и поедем по нижних уровням. Посмотрим, что находится там. То есть не спеша сейчас. А потом я поставлю на паузу. Постараюсь, ребята, прокачать. Вам показать, что там внизу у нас. То есть я прокачаю. Вы поняли? И уже на прокачанной мы доедем до финиша. Хочу вниз поехать посмотреть. Машина застряла, что... Машина застряла! Да ну... Блин! Видели, застряло что-то? Вот нижний этаж. А тут вот норы. Какие-то пещеры. Зомби в пещерах живут. Пещерные люди, блин. Давай, вперед. Лети, машина. Это какой уровень? Нижний, верхний? Непонятно, какой это уровень, где мы едем. Наверное, это обычно. О, что это за кротовая нора? Пошли туда! Посмотрим, что тут у них внизу находится. А, видите? Мы здесь внизу так и не ездили. У нас уже топливо практически заканчивается. Но мы так неплохо проехали. Смотри, если сейчас я нажму ускорение... Ух! И летим еще! Ого! Давай, давай! Хорошо, я им почти до финала до выезда. Нет! Чуть-чуть! Ну хорошо, смотри, сколько мы проехали. То есть это даже, с одной стороны, замечательно. Я сейчас нафармлю. Ну сколько я тут заработал? 326 долларов. Вот мне еще хотя бы три раза по 300 долларов заработать. И наша машина уже будет нормально прокачанная, чтобы доехать до финиша. У нас 1640 долларов. Достаточно ли этих денег для того, чтобы доехать до финала? Понятно, что автомобиль у нас не полностью будет прокачанный. Но зато я прокачаю те компоненты, которые, как мне кажется, позволят нам проехать дальше, лучше и без полной прокачки. Вот зачем нам все качать? Если мы можем прокачать что-то избранное, да? Ага, 208 долларов. И не туда, и не сюда. Смотрите, топливо прокачано на максимум. Двигатель задний, да? Это у нас ракетный двигатель тоже на максимум. Ускорение. Трансмиссия. Чуть-чуть. Два деления недостаточно. То есть надо 700 долларов, мне кажется, на трансмиссию. И сюда долларов где-то так 900. Чтобы вот это докачать. Короче, наш автомобиль, если сейчас доедет до финиша, то это реально будет крутое достижение. Если нет, ну придется мне снова, блин, фармить здесь, а? Давай, ускорение. Полетели! Летим! В космосе летим! Давай, отлично. Колеса работают. Летим. О, черт, перевернулся. Ладно, поехали. Блин. Потерял, конечно же, немножко здесь времени. И как раз ускорение, которое было очень важное. Ну так уж получилось. Тут ничего с этим не поделаешь. Ну давай, машина. А бензин этот вообще тратится? То есть он вообще... Ты кнопку жмешь, едет машина, не едет. Вот все равно он тратится как-то одинаково. Больше чем 40 миль мы загнаться вообще не можем. Да что ты застрял, а? Что это вообще за карта какая-то застревучая-то? Нет, мне кажется, навряд ли мы доедем. Давай, зомби еще зацепился. Что ты вообще сюда прилез? Да, уходи отсюда. Ну! Нет, слушайте, сколько денег вкинул? Автомобиль вообще еле-еле доехал на пару метров дальше, чем в прошлый раз. Это как? 1600 долларов кинуть, чтобы автомобиль проехал на 50 метров дальше? Я эту игру никогда не пойму. Плюс 100 метров. И что мне ваши 100 метров дадут? Вообще ничего. Снова надо 2-3 заезда делать. Как я не пытался, но на этой прокачке невозможно доехать до финала. Надо еще что-то качнуть. Хоть у нас топливо на максимум, ракетный двигатель тоже на максимум прокачанный. Не хватает силы, тяги у нашей машины. Вот сейчас мы и должны как раз прокачать наш двигатель, да? Потом нам надо будет прокачать нашу трансмиссию. Ох, как-то маловато все получилось по прокачке. Ну, хотя бы еще раз трансмиссию. Давай попробуем, что с этого получится. Ну, по крайней мере, двигатель уже на максимум прокачан. Смотри, как она быстро едет. Уже можно... Ну, давай, полетели. Давай ускорение. Нет, что-то как-то себя машина ведет совершенно по-другому. Вот она только что и летала прямо, и все было замечательно. Ух, поехали. Давай вперед, вперед. Поехали. Еще. Еще чуть-чуть. Здесь реально, вот 20 раз говорил, еще 50 скажу. Какая-то неравномерная в игре прокачка. Изначально машина проезжает большие расстояния на слабой прокачке, а в конце ты ездишь по одной и той же трассе, и еле-еле все прокачивается. Тем более, что с каждым уровнем денег должно даваться больше, а я на конце второго чекпоинта зарабатывал по 300 долларов, и сейчас зарабатываю по 300 долларов в игре. В принципе, одно и то же. Где же тут вообще логика-то? Поехали. А, давай, давай. Навряд ли. Хотя бензина у нас немало осталось. Едем мы по пещере. Давайте, зомби, ну кыш отсюда. Я хочу увидеть финал. Давай, 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 давай. О, тут меня еще не было. Да, доехали. Фух, вы видели? Да, если б я еще броню не прокачивал, эту броню кинул бы на трансмиссию, я бы еще раньше доехал. То есть 700 долларов на броньку ушли даром. Надо было только переднюю ставить. Ну что, мы открыли наш гелик. Или что это за тачка? Вот она, ребят, открыта. Боже мой, что-то... Кто-то писал что-то 6 на 6 там. Мы уже в следующем ролике на ней поездим. А вы, ребята, если досмотрели этот ролик до конца, то огромное вам спасибо. Ставьте лайк, если вы еще не поставили в начале ролика. А также оставайтесь на канале Воблер. Смотрите другие видео. Удачи и пока.